МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К Курахманесу гостей забросил Михнов. К экватору третьего периода менчане сумели сравнять счет. Михнов и Парфиевец восстановили паритет на табло. До финальной сирены Гомель еще дважды заставил капитулировать Дмитрия Мельчакова. Точные броски записали в свой актив Сирей и Ревенко. Завтра Рыси в Молодечном встретятся с местным Динамо. В этот же день Жлобинский металлург на своем льду сыграет с Солигорским шахтером. Сегодня определятся полуфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. Все более или менее ясно только в одном противостоянии. Это Динамо БНТУ ВИТЭН. Энергетики в первом поединке уверенно одержали победу 7-0. В трех других парах интрига запредельная. Столичная охрана Динамо после гостевой победы над Микошевичским гранитом 2-1 постарается удержать победный результат. Гомельская дружина БЧ принимает на своем паркете столицу. Первый поединок соперников завершился ничьей 3-3. Еще одна гомельская команда ВРЗ играет в Минске с дорожником. В первой игре была зафиксирована ничья 2-2. Мужская сборная Беларуси по гандболу заняла второе место на традиционном международном турнире памяти Доминго Барсеноса, который проходил в Испании. Соперниками команды Юрия Шевцова были хозяева испанцы и сборные Аргентины и Польши. Обыграть белорусам удалось только аргентинцев 29-22. Испанцам и полякам наши гандболисты уступили 30-35 и 27-28 соответственно. Победителем турнира стала команда Испании. Белорусы на втором месте. Напомню, что ворота сборной страны защищал галкипер Гомеля Артем Подосинов. Команда Юрия Шевцова турниром в Испании завершила подготовку к чемпионату Европы, который 12 января стартует в Хорватии. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин